Диспетчер и коллег В последнем случае вы перемещаете робота с помощью клавиш управления курсором, выбираете оружие клавишами от 1 до 9, активизируете оружие клавишей пробел, переключаете режимы отображения информации клавишами от F1 до F8, а точки зрения из кабины переключаются клавишами F9 и F10. Для того, чтобы уточнить содержимое задания, необходимо нажать клавишу F11. Вид на поле боя представлен из кабины Геркулеса и реализован в виде смешанной трехмерной векторной и растровой графики, характерной для самолетных имитаторов. Возможно переключение боковых видов и приборной доски, на которой помимо различных индикаторов находится и карта боевых действий. Робот Геркулес может иметь 8 модификаций. От 18-тонной быстроходной модели Ротранер до мощной 77-тонной модели Колосс. Выбор той или иной модели зависит от характера боевой операции. Враги представлены четырьмя типами роботов, начиная с трехтонного киберпаука, который взрывается при соприкосновении с противником и заканчивая 37-тонным роботом Рамзес. Для этой игры требуется процессор 486, 8 мегабайт памяти, саундбластер и привод с игру.